Всем привет, с вами Фанатик. Это игра Divinity Origin Sin 2. И я продолжаю прохождение. Набрался я тут до какой-то лесопилки непонятной. Тут эльфы что-то делают. Давайте посмотрим, что они... Опа! Ни шагу дальше. Мы проводим ритуал. Не мешай нам. Сказать, что вам нужно пройти, это очень важно. Успех. Тогда входи. Но веди себя уважительно. Исмотанные битвой эльфийские воины проводят ритуал над телом погибшего товарища. Низкими голосами они громко читают ритуальные слова. И в каждом слове звучит боль от их утраты. Кров к земле, земля к дереву, дерево к жизни. Кровь Сариуса к земле. Прошептать ритуальные слова. Кров к земле. Самая высокая и сильная эльфийка, которая, судя по всему, здесь главная, приветствует вас еле заметным наклоном головы, а затем отворачивается, возвращаясь к ритуалу. Она подносит длинный наконечник копья к груди бедолаги, бедняги Сариуса. Кровь к земле. Ее товарищи протягивают руки и берутся за копье, чтобы пронзить им сердце Сариуса. Тоже потянуться и взяться за копье. Кровь к земле. Вместе вы вонзаете остеёк копья прямо в сердце Сариуса и трижды проворачиваете оружие, как перед обычай. Вы достаёте сердце, рассечённое на четыре части. Кровь рекой течёт на землю. Кровь к крови. Каждый из воинов берёт кусочек сердца и отправляет его в рот. Засредоточено, пережёвывая плоть, предводительница смотрит на вас, ожидая, что вы сделаете. Величайшим уважением взять кусочек сердца и положить в рот и прожевать. Воспоминания Сариуса накрывают вас головой. Вы воин, гордый и верный, и вы сражаетесь с одинокими волками на лесопилке за Сахейлу. Она отпрыск, и она будущее для всех эльфов, всех, что ещё остались. Но сражение складывается неудачно. Вы и Това отвлекаете внимание врага, чтобы ваши друзья могли отступить. Вы умираете на руках у Товы. Медленно и с уважением кивнуть Тове. Теперь у вас есть общее воспоминание. Коротко моргнув, Това принимает ваши добрые пожелания и снова поворачивается к трупу. Сариус воин, гордый и верный. Кровь в крови, земля к земле, дерево к дереву, жизнь к жизни. Да укоренится дерево, которым становится Сариус. Эльфы поднимают с земли окровавленный труп Сариуса. Това смотрит на вас. И жестом велит вам помочь. Вместе вы отправляете Сариуса вместо его последнего упокоения. Труп катится вниз на одной ямы. Эльфийка-предводительница молча смотрит на погибшего товарища. Эльфийка утирает слёзы и отворачивается. О, что себе. Задание выполнил. Дали мне за это, в принципе, неплохую двуручку. Которая накладывает кислоту и пробивающий урон даёт. Ну, не знаю. С щитом, по-моему, больше урона можно нанести за счёт умения. Вот только, чтобы мне взять. Тут. Пирокинетика, некромантия, интеллект. Ну, если бы мой маг ходил в шапке, то возможно. Так. Сила, некромантия и обмен. Я вот не помню, что за молит у меня, дед. Сила это неплохо. Некромантия, в принципе, тоже. И обмен лишним не будет явно. Здесь тапки. Шагом марш. Движение, уклонение, сопротивление яду. И перчатки с телекинезом и шансом критического удара. Плюс сопротивление воздуху. Давайте амулет я возьму. Что мне тут? Сила, военное дело и аэротургия. Ну, тут, конечно, покруче амулет. Заняли агент, убеждение, обмен. Ловкость, дальний бой. Сопротивление огню. Да нафиг это надо. Меняю, короче. Чем на амулет с обменом. Теперь у нее, ё-моё, обмена аж три. Так. Так, это можно, в принципе, продать. Урон на воду. Движение и сопротивление в воде. Семь процентов. Руна второго уровня. Тоже неплохо. Здесь восприятие, знание легенд и убеждение. Убеждение, убеждение, убеждение. Ну, амулет пригодится на самом деле. Если кого-то не получится убедить, одену, буду убеждать. Так, а здесь уручник отдаю сразу красному пыльцу. Пусть у него лежит. Не знаю, буду ли я им пользоваться или нет. Такие щитки. Паводинский. И вот этот вот зеркало невзгод. Очень даже крутые. Тут еще и пять процентов поставить блок. Правда, такой темы нет. Но защиты больше дает. Так. Так, так, так. Че? Мне тут еще такого можно провернуть. Надо посмотреть. Что они еще расскажут. Во-первых. Я вижу тебя. Эльф-заклинатель-бой. Перчатки у него неплохие. Воровство, инициатива, шанс критического удара и сопротивление воды. Плюсом всякие водные заклинания продает. Рокировка. Электроразряд. Это у меня есть. Если прийти на звучение, есть. Ошеломляющий разряд. Попутный ветер. Перепорт. Электрокасание. А это ошеломляющий разряд. С неба обрушивается удар молнии. Подожди. А это... Качок давления. Наносит урон. И гасит пламя. Интересно. И рокировка мне еще нравится. Ценник, конечно, дичайший какой-то. Зарядка три хода. Так. Подожди, уйти. А если с тобой поговорить насчет торговли, сколько будет ей стоить? Где этот? Рокировка. Столько же? Блин, дичь. Скидка 16%, но цена такая же. В чем прикол? 1088. Еще раз. А, блин, что встали? Ля, не могу. Уйдите нафиг оттуда. Не могу навестись почему-то на него. А, ты еще общаешься. Все ясно. Нет. Тут дороже. 1150. Ну, тут обмен 1 и скидка 16%. Почему-то у меня с ними 20, а у этой подруги 5 всего лишь отношений. Странно это. Ладно. Хорошо. Ковальщица. Кто тут? Чутова. Высокая эльфийка смотрит в яму. Ее сухие глаза налиты кровью. На лице застыла. Бесстрастная маска. Мы теряем слишком много. Мы теряем наши дома. Теряем покой. Теряем друг друга. С гримасой ярости на лице она заглядывает вам в глаза. Достаточно. Хватит. Сказать, что понимаете ее чувства, вы и сами слишком много потеряли. Я не сомневаюсь в этом. Пустота слишком близка. Она тянет нас всех к себе. Если они держатся, мы все пропадем в ней. Ты отдаешь нам почести во время ритуала. Отдаешь почести Сариусу. Ты помогаешь нам заполнить его. Ты помогаешь нам похоронить его. Но нам нужна твоя помощь. Иначе мы все обречены на смерть. Не только те, кто здесь со мной, но и все мы. Быть может, ты сможешь снова оказать нам честь. Конечно, я не прочь помочь, но мои услуги стоят денег. За твою помощь я готов отдать самую ценную из вещей, что у меня есть. Я обещаю это. Туманное какое-то размытое предложение. Самую ценную я тебе отдам. У нее самая ценная 5 медиков, например. Лесов нашего родного края больше нет. Великие деревья порублены на бревна. Воспоминания в них почти потеряны. Они обращаются в ничто, если мы не находим отпрыска. Мне доводилось слышать об отпрысках. Они как семена хранят в себе все воспоминания эльфов. Своеобразная страховка на случай гибели древ предков. Да, нет ничего важнее отпрысков. Мы теряем леса, встречаясь с браконьерами, с туманом, с Божественным Орденом. Мы теряем друг друга в войне. Отпрыск — наша единственная надежда выжить. Снова отстроить свой мир. А этот отпрыск — она, она, ее голос срывается. Она моя дочь, ее имя Сахейла, и она похищена у нас. Поэтому мы приходим сюда. Поэтому теряем Сариаса, чтобы найти ее. Если она пропала, если пропал наш отпрыск, то весь наш народ обречем. Она — это все. Ее глаза становятся узкими, руки сжимаются в кулаки, и губы превращаются в тонкую линию. Ты знаешь, что такие одинокие волки? Да, я слышал об отряде жестоких наемников, которые себя так называют. Они жестокие, это правда. Им нет дела до жизни. Все, что им нужно, это золото. Сахейлу забирают в Форт Радость, и волки похищают ее оттуда. Но она сильная, спокойная. Она так много видит, слишком много для ее юных лет. Мы приходим сюда, чтобы вернуть ее. Забираю ее домой. Забрать. Она все для меня. И все для нас. Ну, я постараюсь отыскать твою дочь. Можешь ли ты сообщить что-то полезное? Ты оказываешь нам честь. Я боюсь, что никто из моих сородичей не сможет проникнуть на их базу. Они знают, что мы здесь. Поджидают нас. Ее похитил их вожак. Жестокий человек по имени Руст Анон. Я не знаю почему, но знаю, что она должна вернуться к нам. Если я потеряю ее, я не смогу ее... А, я не могу ее потерять. Мы планируем новую атаку. Нельзя сдаваться. Лучше нам всем умереть, чем пропасть в Сахели. Я лишь надеюсь, что, может быть, ты найдешь ее раньше. Удачи. Будущее эльфийского народа. Так, тут какие-то... Скидка 16%. Так, конец диалога. А если ты с ней пообщаешься? Скидка тоже 16% за счет обмена. Ладно. Давай, я вот тебя сейчас прикуплю чего-нибудь. О, какое кольцо интересное. Божественное право. Гидрософистика 2. Искусство убийства 1. Сопротивление яду. И аэротеургия. Правда, стоит оно 2 800. Это как-то очень дорого. Каменный удар. Активная броня. Пронзание. Дрожь земли. Ядовитая волна. Сцеление металла. Землетрясение. Это все мне неинтересно. Вот тут что. Призыв огненного слизня. Призыв голодного цветка. Упокойствие духа. Это она. Есть у меня огненный холыстый затречка. Нет. Огненный шар неплохой. Можно вот огненный шар прикупить. В принципе. Кинжалы как-то слабенько. И хотя по идее каждый кинжал бьет 9-10 урона. Языки пламени. Защищают вас, атакуя ближайших к вам врагов. Накладывают эффект языки пламени. Хм. Интересно. Это подмелищника какого-то. Ой, что подходит. Лазерный луч. Самого сгорания. Мне кисло жарит так-то. 5662. Правда, это ячка действия. Еще какие-то огненные облака создает. Интересно. Давайте. Я с ней. Поторгую мальцам. Давайте. Биарбалеты дам. Эту фигню. Ой, ничего себе. Нет, эту фигню не дам тогда. Дорого, слишком. Урки. Звездная пыль. Это мне надо. Рога. И броня. Так. Понять. Так. 52%. Отношение улучшилось. Теперь 72. Что еще я тебе могу дать? Щепки могу дать. Сфера правителя могу дать. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Ведьмин глаз. Щепки тоже мне нафиг не нужны. Монетка вот эта одна. Не знаю. Хотя она, конечно, еще пригодится. Гранаты. Такие, такие, такие. Ой. Смотри, на все гранаты дорогие. Вот это, по крайней мере. Давай вот так принять. Еще плюс 11 отношения. Скидка 28%. Ну и давай вот эту гранату еще тебе отдам. Все. Отношение максимальное. Скидка 32%. А теперь давай поторгуем мы с тобой. Что у тебя можно полезного взять, кроме вот этого кольца? Кстати, скидка уже 500 на кольцо. Так, во-первых, продаю я тебе вот эти вот письма, книжки. Эту фигню, вот эту фигню мне точно не нужна. Итак, порча может пригодиться. Но сердце тоже пока что не продаю. зубы. 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 Это я что-то делаю из них. Это пока я оставляю. Ну, все. А больше, в принципе, и продать-то нечего. Так, 1287. Это все стоит. Мне нужно купить, наверное, самовозгорание. Мне очень нравится этот навык. Если горит, то еще дополнительный урон за каждое горение. Давай, самовозгорание. Лазерный луч. Языки пламени неинтересно. Огненный шар, может быть, еще взять. В принципе, достаточно такое хорошее заклинание. Огненный хлыст мне еще нравится. Может вызывать слепоту. Слепота против магов. Это то, что надо. Но, блин, у магов обычно дофига магической защиты. Поэтому не факт, что слепота мне здесь поможет. Огненные облака. И урон жесткий. Книга, правда, стоит 950. Обалдеть. Ладно, давай вот эту книгу возьму. С огненным шаром пока что. Кольцом. У меня такие кольца одеты. Военное дело призывания. Уровень девятый. И вообще... Ну, блин, это шикарное кольцо. Статул дает, конечно, дофига. И аэротеургия, телосложение, некромантия. А здесь искусство убийства, гидрософистика и аэротеургия. Плюс сопротивление яду. Вместо военного дела взять аэротеургию. Гидрософистику. Может быть, буду пользоваться... ...елочками какими-нибудь. Ладно, давайте возьму вот это кольцо. Что, нет? Оплачиваю. Здесь по книжкам, наверное, больше мне ничего и не надо. Принять. Так, уйти. Кто тут еще что продает? Этот продает как раз на гидрософистику книжки. Но отношения с ним налаживать я точно не буду. Значит, с самого сгорания это у нас к фейну уходит. И огненный шар тоже к фейну уходит. Соответственно, выучить и выучить навыки. Так. Убираю нафиг сверхновую. Фигня еще та. А вот огненный шар ставлю. Это шикарная тема. Можно куда-нибудь подальше, в принципе, отодвинуть. Так. Что тут у меня? Еще одна ячейка есть. Подожди, а почему вот это пронзание не стоит? И выполнены... А, геомантий не хватает. Оу. Хоу. Что ты вообще? Лап стал. Ладно. У этой есть еще дополнительная ячейка. Можно какой-нибудь полезный талант ей взять. И тут тоже еще. Кстати, сейчас вот этот повелитель, получается, бури. I see you. В этим. Перчатки. Воровство. Правда, нужен интеллект. Ха-ха. А интеллекта у нее, по-моему, нет. Поэтому бессмысленно это брать. Так, смотрим. Взрыв стужа. Наносит 41. 46 урона водой. И накладывает охлаждение на персонажа в небольшой области. Замораживает кровь и воду. Ну, так как мы драконы. Я мог бы, в принципе, восстановление купить. Что я, пожалуй, сделаю. Так, после этого. Или ритуал исцеления. Подожди. Это что мне дает? 67. Течение двух ходов. Ритуал исцеления. 71. 71. Восстановление. Выпускает волну. Целительной энергии по направлению к другому персонажу. Волна устремляется к союзникам поблизости, исцеляя их с каждым ходом. С каждым ходом. Тут не написано, что в течение, там, скольких ходов, чего, кого. Ритуал исцеления. И тратит два очка действия. А вот это тратит одну очку действия. Наверное, все-таки восстановление получше будет. Криогенный стазис. Можно кого-то, в принципе, спасти, да? Иммунитет ко всему урону получает. Ну, я даже не знаю. Иград. Вода. Есть тут? Морозный доспех, понятно. Взрыв стужи. Успокаивающий ход. Восстановление магической брони. В течение трех ходов. А, всем союзникам вокруг, прочитавшего заклинаний. Ничего себе. Град. Накладывает ухлаждение на всех врагов и наносит урон там, где они падают на землю. Поверхность превращается в лед. Накладывает эффект охлаждения на два хода. Град. Правда, три очка действия это стоит. Мне бы дождь. Вот, дождичек есть. За одно очко действия накладывает эффект влага. Давай, вот это я возьму. Полезная тема. И я еще хотел у нее купить рокировку. Да, по-моему. Или что-то такое. Ошеломляющий разряд. Небо обрушивается удар молний, нанося такое. Уклонение. Попутный ветер. Короче, рокировку. Взять еще. Рокировка какая-то дорогая. 1150. Засада. У меня рукавицы так вообще шляпные. В самом-то деле. Электа мне хватает. Может быть взять вот эти рукавицы себе. Шанс критического удара. Сопротивление воде. Короче, давай вот так. И это стоит мне 2700. Скидкой 16%. Давай, короче, все беру. А. Да как вы смеете. Ну да. Почу. Беру у тебя вот это все. Что вот это вот? Что-то полезное продает. Стальник и убийца. Грязный прием. О, она, кстати, продает свитки воскрешения. Которые мне очень даже нужны. И отмычки. Которые мне, в принципе, тоже очень даже нужны. Давай я тебе подгоню. Ну, я не знаю. Сколько стоит это все? 1600. Буду я с ней еще торговать? Или нет? Вопрос, конечно, интересный. Давайте немножко золота ей накину. Там, пять сотен, например. Вот так вот. Принять. Да. Скидка стала 22. Ну, не сильно больше, конечно. В любом случае, я беру вот это. Все. Беру пустые флаконы. Что мне здесь еще надо было? Что-то унтрава тоже беру. Дешевая, в принципе. Все дорогое. А, отмычки мне еще нужны. Отмычки беру. Так. Тут что? Грязный прием. Метательный нож. Сонные руки. Физический урон. Накладывает истощение. Не может использовать оружие. И оружейные навыки. Два хода. Ну, такое. Я так понимаю. Нужно, чтобы физическая броня была сбита. Приказ о молчании. Уничтожает магическую броню. И насылает немоту. Такое тоже. Что-то мне остальное не очень вдохновляет. Ладно, давай. Плачу. Легко прикупил еще. Кто тут? Вы не торгуете ничем, Егеря? Нет, эти не торгуют ничем. А вот это о чем? О, а это торгует. Причем у нее целая куча свитков воскрешения. И не только свитков. Ни хрена. Ни хрена себе у нее сколько всего полезного. Воу. 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 Обалдеть. Слушайте. С этой надо дружить по-другой. Прям вообще капец. Что тебе дать такого? Что тебе такого дать? Золото придется насыпать. Могу тебе вот это. По чем оно вообще? Вот так оно дешман стоит. Тогда нет. Да нет. Тогда нет. Пустой кошель. И золото давай. Восемь сотен, например. Принять. Да. 68. Ты на себе ты. Не особо-то она хочет со мной дружить. Давай еще тогда тебе дам. Например, 480 золота. 96. Ну, прекрасно. Этого достаточно. А теперь надо у нее скупиться. Значит, провокация. Прыжок феникса. Сокрушающий удар. Смерч. Ярость. Отражающий барьер. Коричащий удар. Рикошечащий щит. Парит с атака. Таран. Ничего особо интересного нет. Здесь тоже. Пересадка кожи. Накладывает эффект пересадка кожи. Убирает горение. Некропламя. Даже некропламя убирает. Сбрасывает все таймеры перезарядки. Нифига себе. А это жирный навык так-то. Превращение только нужно. Таим прокачать. Я, наверное, убийце этот навык возьму. Можно было. Либо милишникам тоже, в принципе, можно оглушающие удары откатить. Контролить, контролить и контролить. Мне нужно еще купить... Наверное, кинжала. Там один у меня нормальный. А что же кинжал? Да. Истощение. Кинжал. Кинжал. Вампиризм. Ловкость. Это хрень какая-то. Это тоже. 18-19 урон. Так, погоди. Уйти. 18-19. У тебя тут что? 15-16. Этот нормальный. Но один кинжал надо взять. Все же. А еще сейчас одеть броню. Одеть броню. И бежу. Так, бежу я, меняю. Бежу. Бежу. Дожди. Не ей я покупал это кольцо, по-моему. Покупал я вот этому товарищу. Меняю. Военное дело. На гидрософистику, искусство убийства, аэротеургия и сопротивляду. Так. Перчи. Перчи тоже давай тебе. Так. Неплохие. С воровством, инициативой, шанс, критическое удары и сопротивлядь. Тоже неплохо совсем. Кинжал я, значит, куплю. Кольца можно посмотреть. Давайте сейчас поторгую я вот этой вот мылу. У нее уже, да, я видел? Нет. Не у нее. Уйти. А у кого? У этой, что ли? Фехтовальщицы? Чего ты не можешь пройти? Давай. Что ты с ней не говоришь? Алло. Тут разговаривает, что ли? Нет. Ты чего? Не хочет она со мной говорить? Ты чего, зараза такая? Деньги мои забрала? Значит, и общаться не хочет. Сбрасывается. Сохранить. Загрузить. Загрузить. Обалдели совсем. Я только собрался здесь закупиться по полной. Она не хочет, блин, со мной общаться. Ты чего? Для смеха вообще. Прикалуете, что ли? Уйдите. Все уйдите. Мне нужно с ней поговорить. Давай с этой поговорим сначала. Прошу тебя, поторопись. Все, что ты можешь найти. Все, что можешь сделать, чтобы вернуть ее домой. Ой, я не могу потерять ее. Все, поговорил, молодец. Нафиг. Иди. Вот с этой. Почему сбрасывается разговор? Поговорить. Тю. Тю, фигня какая. О, и с этой теперь сбрасывается разговор. Это только по одному разу со всеми говоришь? Я вижу тебя, и я не боюсь тебя. Я может быть. Не принимай меня вовремя. У нее куча всего полезного, блин. Я хочу это все купить. Кинжал хочу. И броню хочу. Латы героя. Хайна себе они стоят. Сколько? Филосложение, искусство убийства, сила. Искусство убийства нафиг не нужно. А вот сила. Три единицы. Это охренеть. Щит. Ну, щит такой себе, конечно. Но без скидки как-то не очень хочется мне это покупать все же. Я для чего ей? Денег столько дал. Паучи ноги. Цветки мне тоже нужны. Тут вообще какой-то мусор у него. Не перчатки. Уйти. Ты тоже тебе не можешь с ней говорить? Ха! Оп. Уйти. Охренеть. Вот так вот бывает, блин. Отсыпал ей полторы тысячи золота такое. Она все пошел вон от себя. Не буду я с тобой говорить. Ладно, хрен бы на нее. Потом вернусь. Попробую. Причем каждый по разу пообщался. На лесопилку, мне кажется, мне еще рановато пока что лезть. Не хочется мне совсем. Давайте займусь ведьмой. Это что? А, это с другой стороны на заставу паладина, что ли? О, как. Не, ну это конкретно, конечно, подстава такая. Да я деньги твои, конечно, возьму. Да, я с тобой дружу. Все хорошо. Но, блин, пошел нафиг. С Новым годом. Я тебе ничего не продам. Эти тоже, блин, сильные засранцы. Попробуй их победить. Я все навыки поставил, которые хотели? А, так я их и не купил. Получается. Да еще. Вот подстава-то. Ёккоролы бабай. А, кстати, я споры еще хотел поставить. Споры. Споры. Потому что семена-то у меня есть. Это интересные. Так, стоп. Мне в город надо навидаться. Я тут спас одну. Вот тут домик, в котором она живет. Надо пойти поговорить на том о всем. Денег, конечно, у меня в половину меньше стало. Резко. Это девочка. Элизабет бегает. Девочка, стой-то, 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 стой-то. Мейстер вернулась. Мейстер вернулась. А играть не хочет, дуется. Что у нее интересного нет? Надо осмотреться. Мейстер сидит в кресле, обмякнув, и одной рукой пытается справить себе плечо. Похоже, ей его выбили из сустава на дыбе. Проклятые красноплащевые бабуины устроили погром в гардеробной. Как будто я стала бы хранить древние бесценные тайны среди нижнего белья. Она делает глубокий вдох, рывок, щелчок, пронзительный воск, глаз боли, и она вставляет сустав на место. Так, всеми рыми, клянусь, если бы у нас не было больше насущих дел. Более насущих дел. А потянувшись через стол, она подтягивает к себе миску с теплой водой. Достает из коробки бинты, иглу и нить. И не спеша начинает обрабатывать свои раны. По крайней мере, эти дикари не сумели пробраться ко мне в подвал. Поэтому, надеюсь, все, что тебе нужно, уцелело. Прокашлятся, разве вежливость не требует благодарить своих спасителей? Мейстер поворачивается к вам. Глаза расширяются от тревоги. О, прошу прощения. Ох, как же я забыл о том. Огромное тебе спасибо. Спасибо, что пришел меня спасать уже после того, как они меня повесили. После того, как много дней пытали. После того, как она внезапно замолкает на полусловии и захлебывается веским клопочущим кашлем. Потом сердито смотрит на вас, тяжело дыша. Если мы, наконец, покончили с расшаркиваниями, у нас много дел. Отлично. Сказать ей, что вы готовы. Энтузиазм? Будний день? Ну, ты скажешь. Мы начнем немедленно, как кашель окажется у меня в подвале. Пусть ты пробужденный, но чтобы стать божественным, недостаточно. Чтобы твой бог погладил тебя по головке. Ну что ж, пробужденный. Пора проверить, насколько ты пробудился. Сумка. Открыть. Что там нету в этой сумке? Присхождение эволюциона. Яблоки это я возьму. Яблоки это хорошо. Костная похлебка тоже пригодится. Бутылка пива. Беру. Кубки. Что, не стоят кубки? В смысле? Не может такого быть. Я их продавал задорого. И есть здесь, соответственно... Я беру. Печка. На которой можно приготовить что-нибудь вкусное. Например, вот эти два картофельных пюре, которые я в картошке намутил. Полевая кухня. Объединить. Плюс ужин. Такой. Потом он такой. Потом он такой ужин. Наготовил кучу всего. Так. Прекрасно. И теперь у меня куча просто этого вкусного супа. Соответственно... Сейчас я красному принцу тоже дам. Пусть пожует. Так. Так. Хорошо. Подготовил. Приготовил. Зелень наварил. Очень просто. В углу есть картина. Сними ее. Нажми кнопку. Тогда мы сможем пробраться в подвал. Продает она спираль дракона. Геомантия. Военное дело. Сопротивление земле и воде. За 4000 практически. А ну ты сумасшедшая что ли. Я не готов такие деньги платить. Так. Картина надо снять, да? Значит. Т значит тролль. Подвиги четверых. Легенда семерых. Это я уже читал. Че в корзине? Ничего. Здесь. Огненный шар свиток. Интересно. Пригодится в хозяйстве. Снимаю картину. Жму кнопку. Фига себе. Кровать как умеет. Пейзаж. Так. Подвиги четверых. Узрите же могучих героев Дрифтвуда. И узнайте об их славных свершениях. Гарик человек. Убийца некромантов. Что оскверняли покой мертвых на погосте. Бромли гном. Победитель бесчисленных в лесу демонов. Видео. Ящер. Покорительница диковых зверей. Покорительница. Ладно. Это не очень интересно. То в чем. Термином повадки троллей мы обозначаем все отличительные черты жизни этих существ. От убийства и манеры питания до характерного орева и ритуалов ухаживания. Если в пещерах и на лугах нашего края вы обнаружите троллей, то первым делом вам следует определить их повадки. К счастью, эта книга сможет вам помочь. Все тролли грязные, грозные противники. Причем не только из-за своего размера, но и благодаря удивительным способностям к регенерации. Полудюжины бойцов могут колотить тролля клинками, пока не выдохнуться, а потом с удивлением вам дорожить, что на чудище не осталось ни царапины. Некоторые искатели приключений утверждают, будто бы огонь или яд помешают троллю восстанавливать здоровье. Друзья, вообразите, как же сильно они удивятся, когда тролль, ничуть не пострадав, примет против них их же оружие. Дело в том, что у разных троллей встречалась слабость к разным стихиям. Вирулентные тролли свободно пользуются ядом, но не любят солнце и стараются селиться в темных местах. Они уязвимы к огню, что достаточно удобно, поскольку для их поиска все равно понадобится факел. Угнекосные тролли постоянно испытывают жажду и поэтому селятся у речек и прудов. Чтобы не дать им вылечиться, попробуйте их отравить. Землеводные тролли умеют дышать и на суше, и под водой, но им нужен чистый и свежий воздух, а туман и дым вредит их нежным легким. Чё себе. Туман смерти мгновенно убивает почти любое живое существо, но тролли способны выработать к нему невосприимчивость, если будут долго контактировать с умельным его количеством. Стоите в такое чудовище, помните, что его может победить только если к подходящему методу атаки добавить проклятие. Тролли обычно всеядны, но зачастую плоть людей и других двуногих добычи становится для них излюбленным лакомством. Бывает, что они полностью лишаются слабостей, но все же эти существа из плоти и крови, а значит уязвимы. Ни хрена себе. О, к полезной информации про троллей. Так, ну чё, спускаюсь. Среди доступа к настилам виднеется каменная дверца. Высеченные в граните завитки обрамляются изящным вращающийся с эферблат. Металлургический круг поблёскивает в тусклом свете, словно подмигивает ван. Ввести комбинацию по мере того, как её называет мейстер. Не торопясь, вы вводите комбинацию. Металлический перестук рычажков механизма, занимающих положение места, даёт вам знать, что вы правильно ввели код. Превосходно, следуй за мной. Твоё время почти пришло, пробуждённый. Медузники растут. А тут ничего полезного нет. Бильные бочки, в тех бочках, в этих всех надо осмотреться. Везучесть ещё никто не отменял. Может и найду что-то полезное. Вот, например, как неопознанный щит. Фиолетовый, ни хрена себе в бочонке я какие вещички-то не нахожу. Яблочко тут. Пирог. Сопротивление ядом даёт. Так, сопротивление ядом отдаю Сибири. Пусть сопротивляется ядом. А ко мне нужно опознать щит. Посмотрим, что за щит. Боритва спин. 20% шанс поставить блок. 20% лидерства, сопротивление земле, телосложение, точность. Но слабенький щиток. 57 и 69. Это такое себе. Но продать за 870 монет можно. Просто в бочке 800 монет на депо. Древние руны. Странные устройства. Оу. Калява. Давайте. Надо набрать побольше истока. Отлично. Под сущность земли валяется. Вон. Кайпестик. В принципе, не очень надо. Под сущность земли. В записке. Вознесённого пробуждённого. Мейстер Сива велела мне записать результаты исследования. Прежде чем проводить эксперименты по вознесению пробуждённого. Сам ритуал очень прост. Положите один чернокорень в ритуальную чашу. Пустите кровь обсидиановым ланцетом. Уходить удобнее всего свою собственную. И брызните ей на корень. Подождите чашу и её содержимое. Убедитесь, что у вас достаточно истока. Вдохните получившийся дым. О том, что происходит после этого шага, ничего не известно. Ингредиенты для ритуала не то чтобы особенно редкие. Но их бывает сложновато добыть. Мне повезло, что фонтан с истоком у мейстра никогда не иссякает. Так что исток у меня всегда есть под рукой. А вот чернокорень совсем другое дело. Он растёт в лесах к северо-западу от Риптуда. Растения не колючие и не ядовитые. Но в тех лесах бродят самые разные опасные твари. Тому, кто отправится за корнем, нужно задействовать очень быстро. Не то разорвут. Я надеюсь, что мои эксперименты продолжат путь для грядущих исследователей. Или если меня ждёт успех, позволят любому обрести силу пробуждённого. Послушник Талич какой-то. Интересно. Кошелёк я тоже возьму. Забираю банки, склянки. Надеюсь, это что-то стоит. Так, тут. Сутная молния, свиток. Ни хрена, неожиданно. Практата человечества. Это я уже читал. В бочках надо полазить. Обязательно. А то щиты на восемь сотен монет. Это супер офигенно. Свиток голодный цветок. Нифига себе. Голова медузы. Это мне не пригодится. На продажу. Так. Книга. Пустая чашка. Бутылка с маслом. Пустая чашка. Чашка с маслом. Тикач. В принципе, 50 монет стоит. Чё нет. Тихие. Песца. Часть 4. Буфет с ингредиентами. Открыв дверцу, вы видите некоторое количество ингредиентов. Без всякого видимого порядка. Повискать ингредиенты, необходимые для завершения ритуала. Порывшись какое-то время, вы обнаруживаете чернокорень, приютившийся между черным драконьим языком и маслом друдены. Вы берёте чернокорень, обсидиановый ланцет и старую миску с пинком закрываете шкафчик. Тащу. Ссылка, миска. Пернильница, ложки, вилки, книги. Вентиль, управляющий топкой. Интересно. Какие-то сложные, видимо, будут махинации. Давайте загляну-ка я сюда. О, зелье. Ваконы всякие. Так, картины. Выберу. Граната огненного смерча. Всё о сферах. Кружки. Деревянная фигурка. Нифига себе, 120 монет. Не кисло. Так, отсюда я больше ничего забрать не могу. Хотя тут. Смотрите-ка. Зелье, зелье. Лита. Ладно, это мне не очень надо. Это то, чё. Сфера истока и тарелка вечных. Вечных. Всё. Это ещё что такое за вечные? Та книжка. Короче, беру. Ох, сколько тут. О сферах. Самые могущественные свитки создаются при помощи сферы истока. Есть навыки истока, которые можно применять по желанию, даже не используя исток. Один из примеров начать записывать заклинания на свитке, как обычное заклятие пирокинетики. Но одним из ингредиентов взять сферу истока. Вид так, эпидемия огня. Получился создавать. Стихи песца. В книге получается разобрать один рецепт. Но он более напоминает головоломку. Придётся экспериментировать, чтобы понять, о чём тут говорится. Чтобы на бумаге жизнь сутью начертить слова, часть ревелонса нужную возьми колдун сперва. К примеру, хочешь плоть врага ты в перья обратить. Используй лапку курицы и так тому и быть. Лапку курицу обратить в перья. Ничего не понял, но да ладно. Сфера истока. Это я уже вставил себе в оружие. Только такое себе. Ядовитая аура, которую надо юзать истоком. Это не очень здорово. Ревелка вечных. Ничего не стоит. Так. Здесь я всё пособирал. Теперь давайте пообщаемся. Мейстер рассматривает свои раны. Нажимает на кожу. Морщится от боли. С мрачным лицом она поворачивается к вам. Знаешь ли ты, что означает обладать силой божественного, пробуждённый? Сказать, что это означает обладание силой, позволяющей улучшать мир вокруг. А ты в своей бескрайней мудрости, конечно, знаешь, как лучше. И сможешь судить своих врагов без предвзятости и принимать решения в ущерб самым близким ради общего блага? Нет. Стать божественным означает вобрать в себя мощь всех семерых богов и принять ответственность за все расы. Божественный был создан богами, дабы защитить всех нас от пустоты. И божественный не может тратить свою силу ни на что другое. Внуки, вы понимаете. Хорошо, тогда посмотрим, не удастся ли выдрать божественность из клыков пустоты. Там ритуал довольно прост. Положить немного чернокорня в чашу, подлить пару капель крови, поджечь всё это и вдохнуть дым. Не обращая внимания на головокружение. Жжение в лёгких и предчувствие неминуемой катастрофы. Всё это совершенно естественно, хотя по сути им понадобится отдать только истоку. Здесь всё, что тебе необходимо. Ингредиенты в шкафчике, исток в сияющей чаше, ритуал в фолианте у книжного шкафа. И есть даже из чего получить огонь. Майстер смотрит на свои раны и с интересом тычет в них когтем. Из порезов начинает струиться кровь. Странная она. Заметить, что вам очень не нравятся её порезы. Именно так. Впрочем, куда более неловко было бы погибнуть от клыков из чадий. Так что, если ты не против, Майстер резким жестом указывает на шкафчик с ингредиентами. Сказать, что я готов приступать. И ничего не потеряй. Это очень редкие ингредиенты. Я не собираюсь снова топать в монастырский лес за чернокорнем. И что я должен сделать? Рецепт. 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 Кремуары. И так, эпидемия огня. Тут какой-то большой клык требуется. И требуется сфера истока. Ой. Хотел так приближать. Так. У него здесь ничего. Предметы, ничего. Пища. Это я готовил. Броня. Наскопили по шине человека. Древкость стрелы. Конечник. Гранаты. Пом-пом-пом-пом-пом. Стопку поджечь. Что-то там надо. Нам удалось. Нашли патальное хранилище. Наконец-то мы узнаем, как обрести божественность. Положите один чернокорень в ритуальную чашу. Пустите кровь обсидиановым ланцетом. Ланцет я вроде бы взял. И брызните ей на корень. Значит, положите в ритуальную чашу. Где ритуальная чаша? Вот это. Это энергетический сундук. А где мне взять ритуальную чашу? Вопрос такой очень интересный. Это что? Просто включить и выключить. Блин. Непонятно. Непонятно. Тут нет ритуальной чаши никакой. Может быть в инвентаре у меня вот это ритуальная чаша? Тарелка вечных. Объединить с... Корешок. Где его искать-то? Вот этот корешок. Объединить. Неверное сочетание. Хм. А где лансет? Диановый лансет. Объединить. Непонятно. Блин. Нифига. Непонятно. Блин. Нифига. Положить в ритуальную чашу. Пустить кровь обсидиановым лансетам. Удобнее всего свою собственную. Брызните ей на корень. Каким образом? Каким образом я должен пустить кровь? Какую ритуальную чашу я должен положить? Уйма вопросов. Без ответа. Крышка. Вообще хз, если честно. Как это делается, блин? Тетка. У тебя солома в голове, что ли? Проведи ритуал. Ингредиенты в шкафчике, ритуал в книге, исток в чаше. Ну, я вижу, что исток. Что? Куда мне это все ложить-то? Применить. Применить. Окровавленный обсидиановый ланс. Ага. Ага. Так. Так, ладно. А вот она, ритуальная чаша. Все, нашел. Значит, объединить с чернокорнем. Это что? Вот этим. Объединить. Есть. Потом. Вот эту фигню. Объединить с вот этой фигней. Теперь поджечь. Валите все оттуда нафиг. Выбросить. Что, получилось? Где надеялась? Чаша. Что произошло? Кто видит ритуальную чашу? Нет? Я что-то не очень. По идее, сработало. Но не должно было. Куда наделась чаша? А, вот чаша. Подожди. Теперь нужен только огонь. Нет, не сработало. Подождите-ка. Значит, выбросить. И воспользоваться заклинанием. Вот этим дыханием дракона. Теперь надо только вдохнуть. Вы вдыхаете дым, и перед глазами все расплывается. И подергивается туманом. В голове что-то мощно пульсирует, и вы чувствуете, как мир вокруг начинает таять. Задержать дым в легких, игнорируя пульсацию в голове. Мир тает вокруг. Вы теряете ощущение земли под ногами. Вы тянетесь вперед, но ощущаете такое, словно вы медленно падаете. Все глубже погружаясь в недра собственной души. Похоже, это чертоги эхо. Ну да. Это явно чертоги эхо. В смысле, я сам с собой должен поговорить? В недосвете без звездных пустошей вы замечаете фигуру, которую может определить лишь как свое собственное я. Видение выглядит слабым, изможденным. Голос его лишь слабый отзвук вашего собственного. Мой избранник! Подойди! Подойди ближе! Узри меня по-настоящему! Подойти ближе! Смотри мне в глаза! Видение охватывает ваше лицо дрожащими руками. Внезапно вы ощущаете в глазах покалывание. Все становится ярче, четче. Черный и белый свет нестерпимо вспыхивают. Затем сияние угасает до обычного спектра. Слепые глаза блестят ярко. Вам теперь доступен спиритизм. Почаще используйте это заклинание, чтобы находить духов, задержавшихся в мире смертных. Произнеси заклинание и увидишь. Спиритизм. Интересно. Так, блин. Давай. Сюда куда-нибудь. Ой. Куча всего навыставлялась. Окей. Давай спиритизм. На первую панель прям поставлю. Ваше зеркальное отражение пропадает, как и не было. Перед вами стоит богиня Зорулстиса во всей своей прицрачной красе. Ты узнаешь меня, не так ли? Твое спасение из морской пучины, благословение и сила, теперь и мне нужно напитаться от тебя. Твоя пробужденная душа, мое последнее убежище. Последняя цитадель, и я хочу воспользоваться ею наилучшим образом. Зорулстиса питается от истока. Изобильно бурляща вокруг вас. Вы ощущаете это глубоко внутри. О да, это то, что мне нужно. Говорю же, смерть не пристала богу. Смерть? Стревожно спросить, что происходит. Сама пустота преследует богов. Высасывает наши силы всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Она иссушает нас, капля за каплей. Мы сражаемся за выживание. Это бой, который мы проигрываем. И если мы потерпим поражение окончательно, все обратится в ничто. Уточнить, верно ли я понимаю? То, что она спряталась в моей душе, она сделала меня мишенью для всех исчадий пустоты на свете? Да, в какой-то мере. Но пусть для тебя это станет побуждением к действию, а не поводом для тревоги. Ты не можешь не понимать. Наши судьбы сплелись воедино. И душа у нас теперь одна на двоих. Мы – это я. Вместе мы – сила. И весьма значительные. Однако, если мы хотим устоять перед натиском пустоты, у нас лишь один шанс. Нам надлежит стать намного сильнее, чем сейчас. Это означает, что для нас есть лишь одно место – ключ Вознесения. Ключ Вознесения – сказать, что вам доводилось читать о легендарной колыбели богов. Так и есть. Это озеро – водоем до краев, наполненный чистейшим истоком, соединенный с силой семерых. Мы сделаем это по доброй воле, чтобы создать первого божественного. Каждый отдал половину того, что делало нас богами. Окунувшись в озеро, означает стать нашим избранником. Именно туда ведет путь божественности. И тебе любой ценой надлежит опередить всех у этой цели. Простите, почему так важно, чтобы именно я одержал победу? Ведь любой божественный послужит целем семерых. Здесь ты касаешься самой сути. Пустота сейчас сильна, как никогда, и даже божественному с ней не справиться. Ты пойдешь к Ключу Вознесения не для того, чтобы окунуться в исток семерых, но дабы вобрать его в себя целиком. А лишь тот, кто возьмет все, станет всем погибелью пустоты, освободителем мира. Задуматься над ее словами и сказать, что вам нравится, как это звучит. Надеюсь, ты понимаешь их правильно. Прочие боги должны либо уступить тебе, либо исчезнуть. Разумеется, то же самое они говорят своим пробужденным прямо сейчас, пока мы говорим с тобой. И мы знаем, что они не уступят. Точно так же, как знаем, что ты никогда не уступишь им. Бог должен быть достаточно силен, чтобы спасти и сохранить наш мир. Поэтому он может быть только один, в ущерб всем прочим. Всегда помни одно. Мой воитель, скорее всего, путь к божественности будет уствован мертвыми богами, и кровь их будет на твоих руках. Но пусть тебя это не смущает. Любые грехи будут прощены осознанием того, что совершены они были ради спасения всего сущего. Чтобы спасти своих близких, возлюбленных и мир, в котором они живут. Простите, а как насчет всех прочих рас? Тебе решать их судьбу. И что гораздо лучше, согласись, чем если бы они решали твою. Так не тревожься и жди. Озеро будет твоим. Я приведу тебя туда, как только ты подготовишься. Но сперва тебе предстоит стать мастером истока, овладеть языком самого творения. Путь наш будет усеян терниями. Это нелегкое паломничество потребует от тебя владения истоком. Но на какие способности... Так, на какие способен лишь пробужденный. И применение мощных заглянаний. Сказать, что если вы должны стать мастером истока, никто не научит вас лучше, чем она. Смех звучит раскатами, гулка отдаваясь с бесконечности. Эльстиш мне, избранник. Увы, если бы мне достаточно было просто отдать, в боёх уже давно было бы всё отдано. Впрочем, я вижу, что и без моей помощи тебе удалось неплохо овладеть истоком. Тебе встретился мастер истока. Я полагаю, отлично. Теперь тебе были даны глаза, чтобы видеть исток. Теперь я дам тебе зубы, чтобы взять его. Зоронстиса улыбается, и вы впервые замечаете, что верхняя губа её скрывает два острых блестящих клыка, как у пырицы. Магия поглощает вас, и вы чувствуете ненасытную жажду истока. Вперёд! Я здесь ради тебя. Отдайся своей жажде. Клацнут зубами, пробормотать, что вам как-то не по себе. Этот голод неестественный. Оно сверхъестественно. Это неотдалимая жажда силы. Истинная жажда божества. Давай, поглоти меня. Чего? Поглотить её? А это ещё кто такой? Ничего не понятно. Уси меня, я приказываю. Чего? А, вытягивание истока. Вы крадёте очко истока у живого персонажа или трупа. Ух ты. Ну давай. Хотя ваше заклинание пронзило её, как копьё пронзает плоть, Зорвул Стиса выглядит мрачно довольной. Пусть и изнурённой. Ты произносишь заклинание так яростно. Иного от тебя не стоило ожидать, мой воитель. Сказать, что это было очень бодряще. Но вам всё ещё не ясна истинная природа этого заклинания. О, ты всё ещё не понимаешь? Несмотря на то, что ты пробуждённый, и тебе суждено стать Богом, позволь, я открою тебе одну истину о том, что значит быть Богом. Это быть львом среди ягнят. Всё дело в силе. А сила не даётся. Её берут. Твоими всевидящими глазами и всепоглощающими зубами. Ты можешь видеть души мёртвых, а теперь и поглощать их, сколько захочется. Так, кушай же, ибо тебе предстоит изголодаться, пока ты не достигнешь ключа Вознесения. Сказать, что вам это заклинание совсем не по душе. Оно ведёт к разрушению, а не к созиданию. О, ты можешь поститься, но неутолимая жажда скоро возьмёт верх над твоими утончёнными чувствами. Твоей душе надо ещё подрасти. Она должна стать бескрайней, чтобы вместить в себя божественность. Есть и другие мастера истока. Тебе есть ещё чему поучиться. Охота продолжается. Поторопись. О, как. Обалдеть. Ты изменился. Скажи, что ты узнал. Или дым лишь окончательно повредил твой разум. Сказать, что вы научились вытягивать исток из других живых существ. Вытягивание истока? Недостаточно убить живое существо. Надо ещё уничтожить его душу? Тёмный дар, но без сомнения полезный. Мейстер оседает в кресле и закрывает глаза. Её дыхание хлипкое и прерывистое. Очень хорошо. Но поскольку глаза твои не горят, как у божественного, и божественной целеустремлённости в тебе тоже не ощущается, вероятно, тебе нужно больше истока. К счастью, благодаря магистрам всё стало довольно просто. Они переписали всех колдунов истока в этой местности. Подобные записки хранятся у них в казармах. Слабых и покорных схватили, заковали в ошейники и отправили в форт радость. А могущих мастеров сочли слишком опасными или безумными, и связываться с ними не стали. Это означает, что они ещё могут кого-то чему-то научить. Не смотри на меня так. Я сказала, это просто. Я не говорила, что это легко. Проберись в магистрскую казарму, найти этот список. Нельзя терять времени. О, тут дух послушника. Рядом с вами материзовался призрак элегантной эльфийки. Она выглядит удивлённой. Ты? Ты меня видишь, пробуждённый? Это большая честь. Просить, что духу известно о вытягивании истока. Вытягивание – это так же жестоко и извращённо, как то, что творит в легендах вампиры. Только эти упыри сосут не кровь, а исток. Поглотить исток существа означает поглотить его воспоминания, привязанности, его сущность, теряются все отголоски того, что делает его нами. Это забвение. Можно поглотить исток. Но мне исток сейчас не нужен. Хотя я могу и там, в принципе, истока набрать. Спросите, кто ты такая. Я ученица Мейстра. Учусь у неё, но не научусь. Учусь, но не научаюсь. Я слышу рассказы о ритуале, о том, что дальше. Это так восхитительно. Такая мощь я решаю попробовать сама. Мейстер говорит мне, что это невозможно. Что я непробуждённая. Но я знаю в глубине души, что я особенная. Я пытаюсь, жгу корень, дышу дымом, и он жжёт меня. В лёгких моих нет воздуха, только огонь. Когда опускается тьма, мне нечем кричать. С жалким писком ухожу я из жизни. Жёстко. Просить, зачем было так рисковать? Осознаёт ли она, насколько это опасно? Призрак, к сожалению, взирает на вас. Очень трудно, узнав, что такая сила существует, не возжелать её для себя. Я угу себе и убеждаю себя, что я особенная. Но я не особенная, я мёртвая. Уйти. Тут можно набрать и столько из банки. Нахрена я буду? Давай ещё. Ещё баночку. Оп. Прекрасно. Ну что ж, друзья. На этом пока что всё. Всем спасибо за просмотр и лайкосом. Не забываем подписываться на канал и прожимать колокольчик на все уведомления. Всего хорошего. Пока-пока.